С беседой святителя Иоанна Златоусова Нужно всегда бодрствовать и трезвиться У тех, кто лечит тела, бывает так, что наносящий сечение сам нисколько его не чувствует А раздирается от боли один только тот, кому производится сечение То есть кому операцию делает, ногу ампутирует только тот, а врач Не иметь такой боли-то У врачующих же души дело стоит не так Если только не ошибаюсь, судя по себе и о других Сам говорящий, первый, испытывая боль, всегда порицает других Поистине не так, что чувствуем мы скорбь, будучи обличаемы другими Как обличая других за грехи, в которых повинны сами Желаете знать, сколько полезное дело помнить о своих грехах? Когда дело идет о трате денег, то мы лишь только встанем с постели Прежде чем выйти на рынок Или приняться за какое-нибудь домашнее или общественные дела Призываем слугу и требуем от него отчета В издержке, чтобы видеть, что потрачено худо Что правильно и сколько осталось Если видим, что остается немного Всячески придумываем источники доходов Чтобы по неосмотрительности не погибнуть с голоду То же самое будем делать и относительно наших поступков Призвав свою совесть По требованию отчета в словах, в делах, в помышлениях Исследуем, что употреблено на пользу Что во вред нам Какое слово потрачено худо На брань, на сквернословие, на оскорбление Какие помыслы побудил глаз к любострастию Какое слово перешло на погибель нашу В дело, припосредствии рук, или языка, или даже глаз Постараемся отстать от бесполезной траты А вместе уже худо и страченного Собрать иные приобретения Без однопрасно произнесенных слов Молитвы Вместо бывших невоздержных взглядов Милостыню, пост Если мы будем тратить бесполезно И не станем ни отлагать, ни собирать Себе ничего доброго То, дойдя до крайней бедности Доведем себя, сами того не замечая До вечного гиенского наказания Нужно всегда бодрствовать и трезвиться И никогда не чувствовать себя в безопасности Потому что нет и определенного времени Для нападения того, кто враздует против нас Дайте руки, протяните их вы Которые еще не потонули К тем, кто погибает от невоздержания Здоровья к больным Здравомыслящие к безумствующим и колеблющимся Никто пусть не предпочитает Спасение друга его Благодарность И гнев его И обличение пусть Не направляют Направляются к одной его пользе Умоляю вас Восприимем Ежедневные войны Потопления Бесчисленно погибели кругом Повсюду гнев Божий Мы же точно Угодно ему Чувствуем себя в безопасности Все простираем руки свои Из корыстолюбия И ничего на помощь Все на грабеж И ничего на заступничество Каждый старается о том Как бы умножить свое достояние И никто, чтобы помочь нуждающемуся Каждый имеет великую заботу о том Чтобы увеличить имущество И никто, чтобы спасти свою душу Это достойно слез Это достойно обличения и осуждения Восплачем, возлюбленные Восплачем и возрыдаем Может быть, некоторые говорят здесь Он все говорит нам о плаче О слезах Я не хотел бы, верьте Не хотел бы, напротив Я хотел бы говорить Хвалы и одобрения Но теперь этому не время Тяжко, возлюбленные, не плакать Но тяжко делать достойное слез Ужасно не рыдать Но делать достойное воплей Пусть не постигнет тебя наказание И я не буду рыдать Пусть не умрешь И я не буду плакать Но если лежит мертвое тело И ты убеждаешь всех к состраданию Тех же, кто не скорбит Считаешь безжалостными То как же, говоришь ты Чтобы не скорбеть о погибшей душе Но я не могу Я отец И я плачу Я отец любящих детей Если бы можно было видеть Огонь моего духа Ты тогда увидел бы Что я страдаю больше Всякой девушки и женщины Обреченной на преждевременное вдовство Не так она скорбит о своем муже Не так отец скорбит о сыне Как я и множество людей Находящихся в моем распоряжении Я не вижу никакого преуспеяния Никто не считает делом своим Угождать Богу Аминь 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 Аминь